Среди тех, кто сейчас находится в Краснодарском крае, сотни детей из Уральского федерального округа. Никто из них не пострадал. Часть групп уже выехали домой, остальные вне опасности. Во всех регионах округа сегодня открылись пункты сбора помощи пострадавшим от наводнения. Обо всем подробнее Юлия Першина. Жители Уральского федерального округа в список погибших и пострадавших не попали. Тем не менее, повод для беспокойства никуда не делся. В летних лагерях Краснодарского края отдыхает множество уральских детей. Только одна эта турфирма отправила в Анапу, Сочи, Туапсе больше тысячи маленьких екатеринбуржцев. Отказов от путевок не было. То есть люди все равно звонят, беспокоятся за своих детишек. Это понятно, это разумеется. Но мы говорим, что в принципе все хорошо. В этих лагерях, в которых они находятся, ситуация стабильна. И родители успокаиваются. В турфирме уверяют, поводов для беспокойства нет. Лагеря находятся в районах, куда наводнение просто не добралось. Тем не менее, власти регионов решили перестраховаться. В Свердловской области в ходе совещания решено постоянно контролировать безопасность черноморских здравниц. А вот комиссия с Ямала в зоне наводнения уже побывала. Результаты обнадеживают. Все лагеря, где отдыхают маленькие ямальцы, находятся на возвышенностях. И вода их просто не достала. Можем с уверенностью сказать, что на сегодняшний день детишкам ничего не угрожает. Электроэнергия восстановлена, водоснабжение восстановлено, горячее питание 5-разовое присутствует. И хочется отметить, что у нас не началась смена, а она заканчивается. И до конца смены осталось буквально 5 дней. Поэтому было принято решение, что эвакуировать детей не нужно. Чтобы обеспечить безопасность югорчан, оказавшихся в зоне бедствия, был создан оперативный штаб. Из лагерей на Черноморском побережье досрочно вывезли 166 детей. Дети из Челябинской области в зону потопления не попали. Сейчас там остается 5 групп в лагерях Геленджика и Новороссийска. Узнать подробную информацию можно в каждом регионе по горячей линии, организованной управлениями МЧС. В главном управлении открыт телефон горячей линии 262-99-99, куда могут обращаться родители и родственники детей, которые отдыхают. Ситуация с пребыванием детей в Краснодарском крае находится на постоянном контроле главного управления МЧС по Свердловской области. Тем временем в регионах организован сбор вещей для пострадавших от наводнения. В Екатеринбурге благотворительную миссию взяли на себя сразу несколько организаций. Анонсировали мероприятие еще вчера в интернете. На данный момент принесли из теплых вещей куртка, кофта, детские вещи приносят. Собирать вещи для пострадавших будут в течение месяца. В конце каждой недели груз обещают отправлять в Краснодарский край.